Двадцать пятого июня Радио Зади, ссылаясь на свои источники, опубликовала информацию о предотвращении беспорядков в исправительной колонии номер один города Душенбе. Двадцать заключенных, которые хотели устроить бунт в первой тюрьме, переведены в отдельное помещение. Все они осуждены к длительным срокам заключения за членство в экстремистских организациях. К бунту заключенные подготовились основательно. В тайнике были обнаружены арматура и куски железа, сообщил сотрудник главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана на условиях анонимности журналисту Радио Зади. О подготовке к организации беспорядков в исправительном учреждении, по словам источника, стало известно в результате проверки, которая была проведена после бунта в Ахдадской колонии. А также, по словам другого источника, беспорядки могли вспыхнуть и в ИК номер четыре, более известной как седьмая зона, также расположенной в Душенбе. В седьмой зоне предотвратили бунт заключенных. Насколько мне известно, вина задержанных пока не доказана, но у следователей есть веские улики против заговорщиков. Задержаны и эмиры групп, которые готовились к беспорядкам, отметил источник. Руководство Гуи Уэн не подтвердило и не опровергло информацию о подготовке к организации беспорядков в столичных колониях. Напомним, что за последние полгода в двух таджикских колониях произошли массовые убийства заключенных, которые были совершены под предлогом подавления бунтов. Общее количество убитых, по неофициальным данным, достигло ста человек. Примечательно, что после первого случая беспорядков на зоне в городе Худжанди главой Гуи Уэн Минюста был назначен генерал-лейтенант Мансур Джон Умаров, последние восемь лет занимавший пост заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. После назначения на новую должность он пообещал разобраться в случившемся и положить конец коррупции в ведомстве, а также тщательно изучить случаи неподобающего обращения с заключенными, что в свою очередь послужило поводом для беспорядков в ИК номер 3-3 в городе Худжанди. Наблюдатели, в свою очередь, высказали мнение по поводу назначения главой пенитенциарной системы бывшего главы ГКНБ, что это назначение приведет лишь к еще большему ужесточению условий содержания заключенных, осужденных по политическим и религиозным мотивам.